Друзья, всем привет! Что хочу высказаться по техногенным катастрофам, которые за последние несколько дней перетряхнули новостную повестку у нас в стране. Тренд ТВ пишет 3 декабря. За последние дни в России произошло сразу несколько жутких ДТП с участием автобусов. Одним из самых ужасных оказалось ДТП в Забайкальском крае. В результате аварии погибли 19 человек. Еще 21 человек получили ранения. Также в Нижегородской области автобус столкнулся с внедорожником. Пострадали 6 человек. Авария с участием автобуса 2 декабря произошла в Краснодарском крае. Слава Богу, никто не пострадал. В Воронежской области в результате ДТП с автобусом, который перевернулся, пострадали 13 человек. И также опрокинулся в Кювет недалеко от Белгорода автобус. Пострадали 5 человек. Притом, две аварии были связаны с мостами. И, наконец, позавчера, поздно вечером, в Оренбурге рухнул мост. Это как раз мой родной город. И могу вам сказать, что этот мост достаточно оживленное место. Постоянно там ездят машины. Я сам там много раз ездил по этому мосту. И большое чудо, что не оказалось жертв, что никто не погиб. Может быть, из-за того, что вечера недостаточно было оживленно. Но там внизу под мостом стояли две машины после ДТП. И вот там два человека оказались в больнице. То есть реально чудо, что никто не погиб. Потому что есть видео, где люди непосредственно перед тем, как мост рухнул, успели остановиться. Есть те, которые успели проехать. То есть как никого не зацепило, не знаю. И под Белгородом в результате взрыва газа рухнула стена четырехэтажного дома. По предварительным данным, один человек погиб и шестеро пострадали. Помимо этого, еще вчера горела Троицкая ГРЭС в Челябинской области. Ну то есть количество техногенных катастроф на короткий промежуток времени заставляет задуматься и сделать определенные выводы. Техногенные катастрофы в ближайшее время войдут у нас в привычку. Их частота будет только нарастать. Я помню еще лет 10-15 назад ученые писали о том, что инфраструктура, построенная еще в советское время, начнет рушиться. То есть это и усталость материалов, из которых все это сделано, гарантии, которые по ГОСТу давались на те же возводимые дома, те же мосты, которые сейчас рушатся. Как раз пришло время, что наступает критический износ. И поэтому больше будет рушиться мостов, больше будет взрываться домов. К этому придется нам привыкать и с этим придется смириться. В противном случае нужно массовое переустройство, ремонт всей инфраструктуры. Те, которые новые строятся, микрорайоны, новые поселки строятся, там, конечно, таких проблем не будет. Но все наследие СССР по всей территории Советского Союза, я думаю, в ближайшее время все чаще и чаще будет нас радовать в кавычках вот такими вот новостями. Ну что еще можно сказать по этому поводу? Будьте бдительны, обращайтесь во всевозможные инстанции, если видите где-то нарушение, где-то что-то начинает ломаться, рушиться. Лучше заранее постараться предупредить такие вещи. Так выражаю соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. На этом пока все. Спасибо за внимание, всем пока.